Елена извиняется перед Иваном. Иван признается, что изменил Елене с Машей. Елена рассказывает Ивану о том, что видела Ивана спящим с Зорей. Иван в шоке. Елена просит Ивана не спешить, ставить точку. Эвелина ревнует смотрителя и приходит к нему на спасательную станцию искать следы пребывания любовницы. Лиза прибегает к Виталию и пытается с ним объясниться. Виталий ничего не хочет слушать. Люба сообщает Виталию, что в ее видениях кто-то в него стрелял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки, как я вам завидую, Григорий. Вы можете ходить. Люба, а что мне дальше делать? Люба! Что? Что я должен делать? Станцуйте для меня что-нибудь этакое. Для вас? Да. А что танцевать? Хотя бы сертаки. Хорошо. Та-дам! Та-дам! Спасибо! Продолжение следует... 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 Ну, не знаю. Вкус банана? Ну, перестань. Ну, если серьёзно, я… Если бы у тебя не было Лены, а у меня отношения с Колей, между нами могло бы что-то быть? Если бы у меня не было Лены, а у тебя отношения с Колей… Я не знаю… Ну, а если серьёзно, то… Если бы я был уверен, что ты меня больше не оттолкнёшь, я бы ещё раз тебя поцеловал. Я не знаю… Алло… Да… Сейчас… Что это? Лена, мне вдруг ужасно захотелось вот… Вот запаха, вкуса Нового года. Нового года? Странно. До Нового года-то ещё ого-го сколько? Я знаю, но… Видимо, мне ужасно хочется вот этого вот ощущения новогоднего счастья, праздника. Наверное, то, чего мне не хватает в жизни. Лена, я… за вчерашний день столько по своей глупости накуролесила, с тобой вот разругалась. Ну, это поправимо. Я успела найти и потерять свою любовь. Ну, ладно. Не впервой. Бог с ним. Но потерять тебя… Ни за что. Я никогда не соглашусь. Прости меня, пожалуйста. Ну, перестань. Бывает. сирина… Да-дам… Та-дам… 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 …люба! Любочка! Люба! Как я счастлив, Любочка! Поднимайтесь ко мне! Люба! Да я не могу, я же в коляске! Не важно! Не важно, давайте вместе танцевать! Станцуйте мне габака! Хорошо, Люба! Да молчите! Тихо! Вырубите музыку! Больной вы не можете ходить! Вы никогда не сможете ходить! Молчать! Это только сон! Ну все, ну не... Ну все, не надо, ну... Ну уходите, ну не надо, ну все... Ну уходите, ну все, ну... Ну... Ой, Боже... Да? Доброе утро! Кто это? Да это же я, Раида Викторовна! Вы не узнали с просунья, да? Что... что вам нужно? А я вам специально пораньше звоню, чтобы предупредить... на сегодня мой визит к вам отменяется. Извините, срочные дела. Да, очень... Подождите, подождите секунду! А когда вы сможете прийти в следующий раз? Ой, вы знаете, пока не знаю, пока не знаю. Перезвоню. Ну ладно, спасибо, что предупредили. Ой, Боже мой. Ну ладно, ничего. Это же надо присидеться, что такая гадость. Ну ничего, может это и глушим. Ой, что-то меняется. Галина Васильевна! Галина Васильевна! Галина Васильевна! Галина Васильевна, я проснулся! Слушаю. Здравствуйте, Иван. Это Мещеряков. Помните меня? Да нет, с памятью у меня все в порядке. Ну это хорошо. Я тут прочитал в газете ваше интервью. И должен признаться, оно меня очень порадовало. Да, такие люди, как вы, не должны сидеть без дела. Ну а что касается публики, я думаю, она будет только рада вашему возвращению на ринг. У вас ко мне конкретные предложения? А, вы их ждете. Ну, в таком случае наши интересы совпадают. Мое предложение прежнее. Ваше участие в боях без правил. Как? Готовы принять такое предложение? Готов. Принимаю. Ну, честно говоря, ваша готовность меня несколько настораживает. Вы не собираетесь ли выдвинуть какие-то особые условия? Ну, если 15-процентный аванс для вас особые условия, то выдвигаю. И все? Ну, Иван, в такой просьбе мы легко пойдем вам навстречу. Но тогда и с моей стороны будут кое-какие условия. Не обессудьте. И какие же? Не хочу тебя расстраивать, но это апельсины. Все равно очень вкусные. Вижу. Рассказывай. Вчера приходил Виталий. Угу. Ты знаешь, он нашел какие-то такие слова, что мне показалось, что у нас все получится, что мы сможем наладить наши отношения. Классно. И через минуту, буквально через минуту все рухнуло. А что случилось? Понимаешь, я оставила его только на одну минуту, только на одну минуту. И все полетело к чертям. Да что полетело-то? Ну что, не томи, давай, говори. Пришел липовый жених, Генрих. И все. В общем, Виталий в Москве, а я здесь одна. И что, все из-за Генриха? Ну вот я же тебе говорила, я тебе говорила с самого начала, что мне эта затея не нравится, что она глупая, дурацкая. Да. Я знаю, я знаю, что это дурацкое, все дурацкое. Ну почему-то делаю все наоборот. Ну ты-то делаешь, ты делаешь, ладно. А я-то что? Я же чувствовала, я знал. И все равно у тебя послушалась. Ну, ну, ну теперь уже все, теперь уже не исправить ничего. Ладно, ничего не исправить, ничего не исправить. Так не бывает. Надо попробовать. Таксис, ну, тебе на несколько часов придется остаться с хозяином. Лизы нет, а мне нужно родственникам отвезти кое-что. Справлюсь, не впервые. Ну и хорошо. Давай. Ты что такой озабоченный-то? Да это из-за одной дамы. Женщины. В общем... Что случилось? Стервы. Ой, я никогда не слышал от тебя таких слов о женщине. Ну... Просто одна журналистка, понимаешь, про Любу написала разные гадости. И ей хочет давать опровержение. Это ты про Агату? Где она? Она серва известная. Она шаловливая, как кошка, трусливая, как заяц. Нажми на нее. Она и даст опровержение. И лежи. Не могу. Не могу. Почему? Ну... Галина Васильевна, я не понял, а у нас кухня где находится? Как где? В другом конце сада, что ли? Гриша, тебе все иронизировали, вместо того, чтобы спасибо сказать. Спасибо. Пожалуйста. Гриша, у меня к тебе одна просьба. Даже не просьба, требование. А что еще за требование? Ты понимаешь, в твоем положении, наверное, каждый человек хватается за соломинку. Вот. Это точно. Точно. И его родственники, во всяком случае окружение, должны вести себя очень осторожно и осмотрительно. Благоразумно. Давайте я без лишних предислою. Прямо, знаете, завтракать захотелось. Так что за требование-то, а? Угу. Значит так, я хочу присутствовать на всех сеансах гипноза с Ираидой Викторовной. Я сейчас не понял, это что для вас? Шоу, что ли? Бесплатное развлечение? Нет. Гриш, какое шоу? Дело не в этом. А в чем? Не нравится она мне, ваша Ираида Викторовна. Ах, вот так-то? Так. И вы считаете, что это достаточное основание для того, чтобы вмешиваться в лечебный процесс? Гриша, я не собираюсь вмешиваться в лечебный процесс. Но я считаю своим долгом контролировать все, что она сделает, и я настаиваю на этом. Иван, я бы не хотел скрывать от вас свои опасения. Бои уже совсем скоро, а я, насколько знаю, у вас серьезные травмы. Так? Это не так, я в форме. Ну, все-таки мне нужны гарантии. Знаете, травмы в нашем деле это очень серьезная проблема. Они понижают болевой порог и делают спортсмена более уязвимым для противника. Но это я знаю не хуже вас. Какие гарантии вы от меня хотите? Ну, вы знаете, я бы предложил вам короткий медицинский курс под руководством опытного психотерапевта. У меня нет знакомого психотерапевта. Ну, это не проблема, это не проблема. Я вам его обеспечу. Вы знаете, мои люди сейчас в Крыму, я поручу им, чтобы они этим занялись. Что от меня требуется? Ждать, когда они найдут специалиста? А что мешает? Не могу. Не могу. Ну, потому что Люба приходила и просила не вмешиваться. И, ну, не делать неприятностей, в общем, этой женщине. Значит, она ее опозорила, а она же за нее и вступается. Получается, что так. А зачем это ей нужно? Да ей это не нужно. Ей это ни к чему. Просто она, понимаешь, добрая сердцем очень. И не хочет доставлять другим неприятности. Ну, а ты выслушай ее и сделай по-своему. Нет. Не могу. Я дал обещание ее, как говорится, руками не трогать. И поэтому не могу. Я связан теперь по рукам и ногам этим обещанием. Тогда не знаю. Я не понимаю, что вам даст это присутствие? Вы что, собираетесь контролировать врача? Да. Да. У меня будет возможность контролировать события. И мало ли вдруг что-то пойдет не так. А что пойдет не так? Вам что, хочется посмотреть? Вы что, ждете того, что я здесь буду летать, что ли? Крылами что ли бить? Как ворона, а? А вы меня будете ловить в этот момент? Ну, твоя ирония сейчас, ну, совсем неуместна. Ну, не доверяю я этой женщине. И я не хочу, чтобы она тебе навредила. Понятно? Мне все понятно. Ну, раз уж вам так вот уж приспичило, хотя сегодня она все равно не появится, визит ее не состоится. Почему? Ну, откуда я знаю? Ну, почему, почему позвонила? Вот, позвонила, сказала, что не придет. Что вы, разочарован, да? Не видите мои полеты? Как я здесь буду крамбить, как этот… Ай, дурачок. Комар. Да, да, ты Комар. Гриш, просто у нас будет шанс, еще один шанс, сходить на прогулку. Какую прогулку? Вы о чем сейчас говорите? На прогулке? А что, а эксперта? Мы что, мы эксперта одного в доме, что ли, оставим? Галина Васильевна, у меня вообще к вам огромная просьба. Ну, вы сможете это сделать. Не могли бы вы ему намекнуть, что он здесь, ну… Что визит его слишком затянулся в нашем доме? Гриша, он мне самой не нравится. Он какой-то не симпатичный, понимаешь? Он не искренний, он такой угодливый. Я не люблю таких. Ну да, боюсь, что только это не самое страшное. Есть куда более серьезное. Что еще? Не могу. Во-первых, я связан обещанием. Во-вторых, я же мужчина, я не могу поднять руку на женщину, правильно? Ну, это еще смотря какая женщина. Вот именно. Глядя на Любу… Люба. Это как ангел божий. А эта злая, как бес. Ну, для беса она мелковата, это ты хватил. Мелковата, не мелковата, но похожа на беса, согласись. Да, такие бабы вот нам жизнь и портят. Я и говорю. Стерва. Она и есть стерва. Нет, Лена, все бесполезно. Почему бесполезно? Потому что мы как раз с Виталием говорили, чтобы в наших отношениях все было честно. Искренне, без вранья, без интриг, без манипуляций. Почему интрига и манипуляция? Просто шутка. Можешь даже объяснить Виталию, что вся эта история с Генрихом? Ну, просто шутка. Вот именно как раз вот этого вранья, шуток не должно было быть в наших отношениях. А что Генрих? Что, не понял, что не кстати? Ну, понял. Потом, правда. Когда я ему объяснила, даже без знания французского. Что ты ему сказала? А я не помню, Лена. Ну, что ты такое говорила, орала? Ты же знаешь, я же очень эмоциональная. Ты еще и накричала на него? Ну, Лен, ну сгоряча, а чего только не наговоришь? Лиз, ты не должна была этого делать. Лен, а что такого-то? От вас, Иван, требуется только согласие и договоренность с моими людьми об удобном времени для сеансов. Хорошо, а где я могу найти ваших людей? О, нет-нет-нет, вам искать никого не надо, они сами вас найдут. Заедут за вами. Вы сейчас где находитесь? Центральная набережная, спасательная станция. А какое время было бы для вас удобным? После обеда. Хорошо. Значит, к вам подойдут Владимир и Феликс, они подпишут с вами документы, ну и выдадут аванс. Хорошо. Удачи. Мне не хотелось бы вам пересказывать кое-какие обстоятельства, но нам необходимо проверить все стены в этом особняке. Гриш, ну что, опять ломать стены? Зачем? Ну что, тебе мало вот этой разоренной твоей комнаты? Тихо. Что? Вы что, не понимаете? Те сокровища, которые уже найдены, возможно, не единственные, которые находятся здесь, в этом особняке. Гриша, Гриш, ну это опять хаос, опять вызывать ремонтников, опять ломать стены. Гриш! Гриш, а вы считаете, что гораздо важнее порядок, чем шанс найти эти сокровища? А почему ты думаешь, что они тут еще есть? Я не уверен в этом, но они могут здесь быть. Я не хочу потом кусать себе локти, если они достанутся кому-то другому. Гриш, ну с какой стати они могут достаться кому-то другому? Ну вот, вот и я говорю, а с какой стати? Гриш, я ничего не понимаю. Если сокровища в стенах, если мы их не будем трогать, ну как они могут достаться кому-то другому, Гриш? А так, найдутся люди, которые раскурочат здесь все стены и достанут эти сокровища. Гриш, какие или какие люди, Гриш? А те самые, которые заберут этот особняк. Как заберут особняк? Опять? Что в этом страшного? Не должна была поступать с человеком, который оказал тебе, между прочим, услугу, а мог бы этого не делать. Лен, ну извини, но так получилось, я сама не ожидала. Не ожидала, должна была себя контролировать. Как я теперь ему могу в глаза смотреть? Ну ты-то здесь при чем? Это же я орала, а не ты. Да, ну ты моя подруга. Если ты что-то делаешь не так, то это и моя вина. Лен, ну не надо взваливать на себя чужую вину. Я виновата, я пойду извинись. Ты скажи, что делать-то надо. Вот пойди и извинись. Ты сама сказала, что нужно делать. Я сама пойти должна. А ты считаешь, что он должен к тебе прийти? Ну я же женщина. Ах, вот оно что. Это что же, женская гордость тебе не позволяет это сделать? Да. Гриша, а что, наш особняк опять пытается кто-то отнять? Да не кто-то, а тот, кто единожды уже пытался это сделать. Это что, вот тот твой Мещеряков, да? Он, он самый, он требует этот особняк в счет долга. Господи, да что же это делать? И что, и отбиться никак нельзя? Можно. Как? Для этого нужно разобрать стены, достать оттуда сокровища. Так. Продать их и вырученными деньгами погасить дом. Гриша, а вот менее фантастические и более возможные варианты у тебя есть? У меня? Да. Нет. Но Лена и Генрих пытаются что-то здесь сделать. Угу. Вообще этот француз, конечно, очень хитроумный, предприимчивый. Может что-то и получится. Но стены все равно надо ломать. Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. А сейчас пойдем погуляем? Хорошо. Если вас это успокоит, мы пойдем сейчас погуляем. Угу. Только вы сначала поможете мне одеться, а потом вернемся и начнем ломать стены. Очень хорошо, очень хорошо. Вот сейчас ты позавтракаешь, а потом мы будем стены ломать. Ты понимаешь, что я не могу испортить своих отношений с Генрихом? Он мой работодатель. Да ладно тебе работодатель. Звучит как рабовладелец. Он что, тебе хоть копейку заплатил за это время? У меня с ним намечается очень перспективное сотрудничество. Я должна думать о своем будущем, о будущем своего ребенка. А кроме Генриха мне сейчас никто не поможет. Прямо уж никто не поможет. Да, прямо вот никто. Я одна теперь, Лиза. Одна. Окончательно и бесповоротно. Господи, да что случилось? Что случилось у тебя за то время? Столько случилось? Ты даже себе представить не можешь, сколько всего у меня случилось. А я тебе не расскажу. До тех пор, пока ты не исправишь свою бестактность по отношению к Генриху. Получила? Как ты думаешь, французы мандарины любят? Насчет мандарин не знаю, а с апельсинами можно попробовать. Ленка. Ленка. Лизка. Ну ладно, пойду. Иди. Прямо сейчас? Прямо сейчас. О чем это ты уже договорился? Я договорился с Мещеряковым о том, что согласен участвовать в боях без правил. Ага. Значит, все-таки будешь кружку проливать, почем зря. Да, буду. И не почем зря, а за правду. Да не, ну если ты решил, так решил. Только будь поосторожнее. Хорошо. Степан Георгиевич, вы можете побыть один на станции? Мне нужно отойти ненадолго. Могу. А куда ты идешь? Да я хочу одного человека навестить. У меня перед ним, ну так сказать, моральный долг. Это какой такой моральный? Ну я когда в КПЗ сидел, он мне очень помог. Даже не то, что помог, он мне жизнь спас. А кто такой? Рыбак из поселка. Тарас Васильевич. Не знаю такого. Ну Вань, долг есть долг. А долги надо отдавать. Спасибо. Да, да, да. Мить, мы с твоим папой на прогулку собрались. Не присоединишься к нам? Нет, вы знаете, я тут очень интересная книжка. Я читаю. Что ты говоришь? Это хорошо, что ты так увлекаешься чтением. Ну-ка дай-ка глянуть. Ага. Ну ладно, оставайся. Илюха, заходи, никого нет. Илюха, заходи, никого нет. Кто в номере был, кто? Боже ж мой, барыня-сударыня проснулась. А я думал, до ужина и глаза не откройте. Евелина Львовна. Что? Меня совесть замучила. Никак покоя проклятая не дает. Боже мой, а что это такое? Что это? С чего это вдруг тебе совесть-то? По какому поводу? Я виновата перед вами. Да? А в чем ты передо мной виновата? Даже интересно. Ну, много в чем. Всего сразу не перечислишь. Да? А ты давай так по порядку. Раз уж совесть-то так в тебе взыграла, давай, кайся, а я буду слушать тебя. Или чего опять придумала? Ну, чего звоните? Приветствую вас, мой друг. Мой друг, отчизне просветим душе прекрасные порыва, а? Я вас в гости жду. В гости? Это куда? Туда, на Кудыкину гору. К себе. В дом Крижевских. Давайте на нейтральной территории встретимся. А зачем нам нейтральную территорию? Давай встретимся, как люди, в хорошем особняке. Что-то меня везет в дом Крижевских не очень вдохновляет. А ты вдохновись. И не боись. Приходи сюда, приходи. От кого нам прятаться? Ну, потом, во-первых, там только один пацан, и тот наверняка гулять пойдет. А во-вторых? А во-вторых, если вернется кто-нибудь из Крижевских, я тебя представлю как крупного антиква... Так и хочется сказать антиквариата, антикварщика. Вот. Ну, давай, поторопись. Я жду тебя. Не забудь основное. Шкатулку. Слушай, мне нравится таким способом попадать к тебе домой. Сейчас разговор не об этом. Надо заняться очень важным делом. Каким? Смотри. Вот. Бандиты. Шкатулка. Да. И милиция. Как это связано? Бандиты? Откуда я знаю? Бандиты, шкатулка, милиция. Смотри. Сначала надо проследить за бандитами. А, ну так это просто, тут же нечего делать. Хорошо, шкатулка. А, ну, если мы найдем шкатулку бандитов, мы же не пойдем ее сами забирать? Конечно, нет. Это очень опасно. Сначала мы убедимся, что шкатулка у них, и если это так, то мы сообщим в милицию, вот. А милиция их арестует. А, ну, теперь понятно. Ну, тогда вперед. Идем. Да ничего я не задумала. Просто встала сегодня утром, голова трещит. Состояние дурацкое. Да, Вер, после вчерашнего не мудрено. Я еле в чувства тебя привела. Лихо ты свой первый рабочий день на набережной стал отмечать. Лихо. Вот я о том же. Если б не вы, Велина Львовна, то я бы оказалась какая-то Зоя на панели. Что, серьезно, что ли? Ну, конечно, серьезно, Велиночка Львовна. Вы мне столько моих выкрутасов прощаете. Другая б на вашем месте давно б меня за шею выгнала бы. А вы мне для меня делаете больше, чем родная мать. Да ладно, не тряси-то руками. Не люблю я этот лилей весь. Ну, вообще, не думала я, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова. Значит, все-таки перемены в тебе происходят. Смотри-ка. Ну, перемены, не перемены. Ну, конечно, в последние дни жизнь меня потрясла. И поэтому приходят такие мысли. То есть, осознавать стала, да? Ну, что-то на вроде того. Нет, это хорошо, Вер, хорошо, если искренне. Да, ну, давай, давай, давай. Давай дальше, продолжай. Что ты еще хочешь сказать? Черт! Вы? А что вы тут делаете? Мандарины, ой, апельсины собираю. Давайте я вам помогу. Вообще-то я пришла перед вами извиниться. За что? Апельсины. Ты? Здравствуйте. 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 Здорово, ребятки. А вы что, себя плохо чувствуете? А? Плохо чувствуете? С вами все в порядке? Да, да, да. Нет, я нормально. Просто резко спустился. И что-то меня качнуло. Вам помочь? Да не надо. Вот доживете до моих лет, ребятки поймете. Вы себя берегите, смотрите. А куда собрались? Гулять? Ага. А вы хотите с нами? Хочу. Да не пойду. У меня своих дел, Палман. Вот вроде оклемался, да? Ну, давайте. Вы точно себя хорошо чувствуете? Прошу. Давайте, бойцы невидимого фронта. Ребят, на мороженое дайте. Спасибо, не надо. Ну, как хотите. Как хотите. На небо улечу за тобой. На край земли пойду за тобой. И в воду, и в огонь за тобой. Любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой. На край земли пойду за тобой. И в воду, и в огонь за тобой. Любимый мой, единственный мой. На небо улечу. Продолжение следует...